14 июля на Беларусь обрушился ураганный шторм. Больше всего пострадала Гомельская область. Более двух тысяч населенных пунктов оказались под ударом стихии. Поваленные деревья, оборванные линии электропередач и поврежденные дома – это все оставил после себя ураганный ветер. О том, как проходила ликвидация этих последствий, говорим сегодня в программе «Мнение». Это «Беларусь-4 Гомель». Меня зовут Михаил Синицын. Добрый день. С нами на связи начальник отдела службы и боеготовности подразделений Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь Павел Канончик. Павел Александрович, добрый день. Добрый день. Ваша структура первой столкнулась с последствиями стихии и их ликвидацией. Скажите, куда пришелся основной удар ураганного ветра и какой ущерб он нанес нашему региону? Ураган прошелся по нашей области с запада на восток. То есть где-то ориентировочно в полчетвертого он пересек границу с Брестской областью. И пошли уже звонки о том, что падают деревья на провода, на дороги, на здания в Лильческом районе. Потом минут через 10-15 Ельск, Наровля, Мозырь. И вот так он уже где-то часам четырем прошел через всю область. Значит, что касается по ущербу, то более тысячи населенных пунктов было отключено от электроснабжения. А сейчас вот совместно с представителями других ведомств, органами власти, сейчас мы ведем подсчет, он еще не окончателен, но уже предварительно можно сказать, что больше двух тысяч населенных пунктов пострадало от последствий урагана. И сюда включено как и нарушение электроснабжения, так и нарушение целостности зданий, строительной конструкции. Очень много жилых домов повреждено, особенно у тех, которые кровали, а шиферная. И, соответственно, остановлен технологический процесс ряд предприятий. То есть на данный момент комиссия еще до конца ущерб не посчитала, но он значительный. В Комельской области 21 район. И ураган, как мы уже с вами установили, прошелся абсолютно по каждому. Но скажите, а какие из районов пострадали наиболее всего? Мы с вами только что установили, что более двух тысяч населенных пунктов пострадало от этого урагана. Скажите, а с точки зрения отключения электроэнергии, сколько населенных пунктов подверглось этому ненастью? Более тысячи. Опять же, сейчас окончательное количество населенных пунктов устанавливается. Почему? Потому что некоторые населенные пункты отключались несколько раз. Как считать? Это один или несколько населенных пунктов. Если, может, как-то прошло на фоне урагана 14 июля, незаметно, но были порывы ветра и отключения. И по следующим, если я не ошибаюсь, 16 или 17 числа, тоже Петриков, Октябрьский, тоже были отключения. Поэтому на сегодняшний момент окончательная цифра еще подсчитывается. Я понял. Павел Александрович, смотрите. Ликвидация последствий любой чрезвычайной ситуации – это не только про МЧС, но также и про другие структуры и ведомства, которые так или иначе задействованы. Это и энергетики, это и ЖКХ, и простые граждане. И вот скажите, как вы, как структура МЧС, координировала свои действия с другими структурами, а также с местными органами власти? У нас, скажем так, есть несколько отработанных схем координации. Это начиная от сбора ситуационного штаба, заканчивая взаимодействием, скажем так, на личном уровне. То есть мы посылали своих представителей смежные дежурные службы. Это, прежде всего, энергетики. В Беларуси нефть, потому что они обеспечивали топливо. В исполковье постоянно находились наши работники. Причем не только область полкома, но во всех районных исполнительных комитетах. И вот эти, скажем так, выработанные меры позволили нам в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы. Наверное, уже во многих СМИ говорили, что такого уровня, такого масштаба, чрезвычайная ситуация природного характера в истории современной Беларуси впервые. И с учетом того, что у нас не было такого опыта ликвидации крупных таких ЧС, я считаю, что мы сработали достаточно неплохо. Именно в части, касающейся взаимодействия с органами власти и с дежурными диспетчерскими службами других министерств и ведомств. Хотелось бы отметить, что подключились как бы все тут. Ну, не было такого, знаете, как это наше, это не наше, это было общее дело. И Министерство обороны подключилось, и энергетики, и газовая служба, и органы власти. И, как вы уже сказали, были неравнодушные граждане, особенно вот там, в Полесском регионе, которое, и даже вот в ТикТоке, если вы видели, и там в других средствах массовой информации, граждане самостоятельно брали пилы, оказывали помощь нашим подразделениям в распиловке древесины, в освобождении проезжей части. То есть, ну, это довольно-таки приятно было видеть. Павел Александрович, президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам ликвидации последствий этого ураганного шторма сравнил это чрезвычайное происшествие с войной без войны. И вот что в первом, что во втором случае, ну, все не может идти гладко. И в связи с этим к вам логичный и закономерный вопрос. Расскажите, а какие трудности у МЧС возникали во время устранения последствий этого ураганного ветра? И самое главное, как вы с ними справлялись? Однозначно были некоторые шероховатости. Они неизбежны при ликвидации чрезвычайной ситуации любого масштаба. И особенно такого крупного. Это естественно. Значит, одна из основных трудностей в том, что это все возникло одновременно везде по всей области. И нужно было как-то, скажем так, рационально расставлять приоритеты, куда направлять те или иные силы и средства. Ну, допустим, вот если мы опять же возьмем город Мозырь, то мы, естественно, определили, что есть такое у нас понятие в МЧС решающее направление, что решающее направление это будет освобождение основных наших магистралей, которые ведут к объектам жизнеобеспечения. В первую очередь это водозабор, канализационные насосные станции, учреждения здравоохранения, основные транспортные артерии. То есть все то, что дает жизни, что обеспечивает жизнедеятельность населения в крупном населенном пункте, в таком крупном стотысячнике, как Мозырь. Вот это, конечно, были определенные трудности, вот именно из-за масштаба. Второе, конечно, трудности это то, что, ну, скажем так, у нас не было опыта такого, когда электроснабжение отключается абсолютно везде. Да, у нас были, если вы помните, такие ураганы, как Хавьер, где Гомельская область задела по касательной, потом была Рама Даниела, где уже наиболее пострадавшая была Гомельская область, но и тогда не было таких трудностей. Значит, были трудности, опять же, с коммуникацией, потому что упавшими деревьями, сильными ветрами повредили линии нашей коммуникации, в том числе и связи. В принципе, все равно все это преодолели, как я считаю, в кратчайшие сроки. Значит, были трудности с тем, что там, где была устойчивая связь, что было очень много звонков от граждан. Особенно очень много было звонков на телефон доверия граждан из других областей, тех, чьи родственники проживали в городе Мозырь. У кого-то там человек болеет, у кого-то там бабушка с инсультом. То есть, ну, по мере возможности старались оказывать как-то помощь, как-то передавали весточку граждан. Но, опять же, все охватить, все звонки было проблематично. То есть, чтобы вы понимали, в целом, где-то только на Центре оперативного управления области было около двух с половиной тысяч звонков на телефон доверия от 14-15 числа. Это все-таки, да, создавало тоже некоторые определенные трудности. Но, в целом, хотелось бы отметить и поблагодарить наши коллеги из других областей, которые без всяких вопросов, проволочек, оказали нам помощь. И, я думаю, вы видели то же, что сколько нас со всей республики, со всего его министерства, по чрезвычайной ситуации нам наши коллеги-спасатели из других областей в кратчайшие сроки прибыли, и нам уже помогали. И мы справились, в том числе, благодаря им. Александр Александрович, на том же самом совещании президент Александр Лукашенко сделал акцент на том, что нужно заменить все испорченные линии высоковольтные. Это было больше сказано для энергетиков. Также там и звучали планы о том, что, в принципе, нужно сделать в пострадавших регионах. И вот скажите, каковы ваши дальнейшие действия в этих самых регионах, и какие ближайшие планы там? Ну, что касается энергетиков, как вы правильно сказали, эта задача была им. Я думаю, они более компетентно объясняют, как отменять высоковольтные линии одни на другие. Что касается конкретной деятельности МЧС, то, во-первых, сейчас мы занимаемся тем, что оказываем помощь органам власти в расчистке завалов, возникших в результате падения аварийных деревьев. То есть, несмотря ни на то, что мы уже около двух с половиной тысяч деревьев не только свалили, но и расчистили, раскрыжевали, их удалили, их остатки, но работают еще очень много. Это, в первую очередь, места захоронения, кладбища. Если мы уже основные магистрали в основных населенных пунктах, уже даже и в деревнях, и вдоль линии электропередач как-то освободили, ну, мы это имею в виду, и МЧС, и энергетики, и представители лесного хозяйства, то сейчас еще остро стоит вопрос о местах захоронения. Очень много поваленных деревьев, которые представляют угрозу надгробиям, памятникам, ограждениям. Вот сейчас мы занимаемся ими. Ну, точнее, даже оказываем помощь. Значит, кроме того, мы, скажем, переосмысливаем совместно с органами власти какие-то нормы, нормы установки резервных источников электроснабжения. Да, у нас, как бы, наша область, она есть, наверное, наиболее насыщенных в этом плане. То есть у нас уже стояли дизель-электростанции на основных новых, преимущественно, молочно-товарных фермах, на учреждениях здравоохранения, на каких-то критически важных объектах. Ну, как показала практика, все-таки нам еще и есть к чему стремиться, есть над чем работать. То есть вот это мы сейчас... Ну, и в первую очередь мы переосмысливаем опыт. Это опять же, как вы правильно заметили, президент сказал, что это война без войны. То есть для нас очень многое было впервые. То есть вот это еще нужно переосмыслить. Возможно, что-то как-то нам пригодится в будущем. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы у нас такие ситуации повторялись. Продолжая тему опыта, который вы затронули, глава государства сделал акцент на том, что нужно извлекать уроки из таких ситуаций, чтобы в будущем, в последующем быть максимально готовыми к любым поворотам судьбы. И вот скажите, какой опыт для вас был получен в результате ликвидации последствий? То есть я имею в виду в целом МЧС. Что вы извлекли из этого? В первую очередь мы извлекли опыт работы в таких экстремальных условиях, которых раньше, по крайней мере, во всей истории Министерства по чрезвычайным ситуации в Республике Беларусь, мы не сталкивались. Это, в первую очередь, опыт в организации устойчивой системы управления, устойчивой системы взаимодействия, устойчивой системы связи со всеми другими органами управления всех заинтересованных в Министерстве и ведомстве. Дежурно-диспетчерские службы. Это очень такой полезный, колоссальный опыт, которого до этого у нас просто не было. Значит, опыт в маневрировании и распределении крупных сил, крупных, ну, масс, скажем так, как это сказать, личного состава техник подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Повторюсь, у нас работали представители со всей республики. Это тоже, как бы, ну, скажем так, некоторый опыт для нас. Аналогично у нас когда-то до этого мы, скажем так, осуществляли тушение лесных пожаров, там были крупные массы техники, но здесь все-таки немножко другой уровень. Опыт в обеспечении крупных масс населения товарами первой необходимости, в первую очередь водоснабжения. То есть, если вы помните, что в Мозыре не было воды, и мы занимались вопросом, впервые, именно не на учениях, а на практике, обеспечение крупного населенного пункта, как Мозырь, водоснабжением. То есть, это тоже у нас впервые. Обеспечение медикаментами, обеспечение, в первую очередь, горюще-смазочными материалами одновременно и в большом объеме. Это все опыт. Александр Ильич, и подводя итоги, проделанные всей работы, скажите, какие предпринимаются меры к тому, чтобы улучшить вашу боевую готовность к подобным чрезвычайным ситуациям на ближайшую перспективу? То есть, какие, ну, извлеченный опыт мы уже сами определили, а то какие, может, мероприятия будут проводиться, либо уже проводятся для того, чтобы подготавливать личный состав на будущее? Вы знаете, если анализировать действия именно наших подразделений, которые участвуют непосредственно в ликвидации ЧЕС, то я там как бы не вижу чего-то такого, что, скажем так, мы упустили, или что-то требует какого-то глобального совершенствования. В принципе, навыки у наших спасателей и так находятся на достаточно хорошем уровне. Здесь больше вопрос нужно именно в организации и в организации привлечения, вот, допустим, как мы привлекали силы и средства с других областей. То есть, какие-то планы надо откорректировать, какие-то, может, отчетные материалы, какие-то сведения, какие-то обновить базу данных. Вот, в этом, да. А что касается непосредственно действий наших подразделений, то, разговаривая, общаясь с населением, общаясь, скажем так, с какими-то трудовыми коллективами, с органами власти, то в деятельности подразделений ЧЕС я слышал только положительную оценку. Поэтому здесь, ну, как-то добавить, не знаю. Павел Александрович, огромное вам спасибо за то, что уделили нам время. Я пожелаю вам хорошего дня и всего доброго. Спасибо. Продолжение через несколько секунд. Оставайтесь с нами. С нами на связи активист Мозорской районной организации БРСМ Александр Александрович. Александр Сухрабович, добрый день. Добрый день. Практически сразу после новостей о стихии стало известно, что БРСМ организовал добровольческие отряды для помощи пострадавшим. Скажите, сколько волонтеров именно в Мозорском районе было привлечено к восстановлению, восстановительным работам? И какие это, собственно, работы были? Вообще, более 500 человек молодежи, именно активистов Союза молодежи, принимали участие в ликвидации последствий от урагана. В порядке 250 волонтеров помогали в уборке деревьев, уборке веток, распил деревьев. Остальная часть помогала ветеранам, одинокопроживающим людям и пенсионерам в покупке медикаментов, продуктов, принос воды, которая необходима была. Вообще, в помощи даже, может быть, по передвижению по квартире. Это то, что в основном заключалось. Это работали школьники, работающая молодежь, студенты, СУЗов, ВУЗов. В основном по уборке дворовых территорий, по уборке преддомовых и на дорогах помогали школьники и студенты. Потому что они в основном носили ветки, бревна, полено. А вот уже в нашем местном лесопарке молодежный, в котором всегда проводят свое время школьники, студенты, люди с семьями, занимаются спортом. Там у нас всегда проходят военно-патриотические игры. Его больше всего завалило, так как там больше деревьев. Уже туда было принято устроить такой как бы субботник, но мы его назвали «Молодежный воскресенник», где собираются молодежь и помогают убирать завалы деревьев. Туда пришли больше работающих молодежь, так как они работали бензопилами, они распиливали большие деревья. И наши люди, точнее горожане нашего города, приходили помогать за бескорыстность. Просто приходили, помогали, убирали деревья, носили. Кто-то приносил свои личные инструменты, чтобы помогать. Перчатки, кепки. Школьники не стояли в стороне, приходили тоже помогать. Такие легкие ветки приносили воду нашим ребятам, рабочим, которые старались помогать в благоустройстве. Понятно, что работы очень много еще предстоит, потому что это большая территория, где лес, можно так назвать, деревья. И для кого не секрет, что не все люди откликнулись на просьбы о помощи. Расскажите, а как мозорская молодежь отреагировала на призыв участвовать в восстановительных работах? Мозорская молодежь, я вам скажу, решила помогать тоже. Так как, считайте, в первые дни не было связи, мы не могли ни с кем связаться. Зная, где проживают наши друзья и товарищи, мы проходили к каждому по домам, звали всех своих друзей, собрались в районном комитете Берсема со всеми секретарями первичек для решения вопросов, целей и задач, какие у нас вообще предстоят. Мы собирались, каждый распределял, в какую зону туда пойдут люди, в какую туда помогать, и где вообще будет участие нашей помощи. Скажите, а из других районов молодежь подтягивалась, чтобы оказать вам помощь? Да, помогали, приезжали к нам из Ельска, Наровля тоже приезжала нам помогать. Много районов решили оказать Мозырю, так как Мозырь стал самым, наверное, крупным эпицентром от последствий стихии. Александр Сухарапович, неоднократно в новостях появлялась информация, что волонтеры и добровольцы помогли пострадавшим с доставкой воды, расчисткой завалов и другими способами. Это то, что мы с вами уже сейчас озвучили. Скажите, а есть ли какие-то примеры успешных проектов БРСМ по восстановлению, которые можно было бы, скажем так, использовать в будущем, то есть развить это до полноценной республиканской акции, например? Да, как я и говорил раньше, у нас появилась инициатива в нашем лесопарке молодежный, который перерос в молодежный воскресенник. Мы собирались в воскресенье, прошлое, и в эти выходные тоже будем собираться для уборки и расчистки территории нашего города, и точнее нашего лесопарка, чтобы дальше развивать его в благоустройстве, чтобы оно не останавливалось, чтобы мы могли посещать его не просто, например, там погулять и наши семьи, но и проводить какие-то большие мероприятия, чтобы все видели, что вот он был, потом завалы деревьев мы убрали, его облагоустроили еще лучше, чтобы можно было развивать даже какие-то внутри этого лесопарка нашего молодежного проекты по его благоустройству. То есть, получается, вот этот самый проект вы планируете впоследствии реализовать на всю республику, что, скажем, молодежный воскресник, все благоустраиваем территорию. Получается так. Я вас понял. За время ликвидации последствий ураганного ветра был организован областной штаб для координации действий всех структур и сбору, скажем так, свежих данных о том, какая сейчас ситуация происходит там на полях, грубо говоря. Скажите, а участвовал ли БРСМ в Мозорского района в организации таких же кризисных штабов именно на вашей территории и принимали ли вы участие в этом самом кризисном штабе? Да, принимали участие в большинстве вообще уборки территорий нашего города, неоднократно помогали молодежь наша, активисты, особенно нашего районного комитета БРСМ, это же школьники, студенты, работающая молодежь. Все структуры, которые нашего города тоже собирались при районном штабе нашего исполнительного комитета, были решены многие вопросы, которые переходили в районный комитет БРСМ совместно с нашим первым секретарем. Эти вопросы все решались, и мы продумывали каждый наш ход. Александр Сахарович, насколько я знаю, вы сами участвовали в ликвидации последствий этого ураганного ветра. Поделитесь своими впечатлениями, как была организована работа с другими структурами, и как лично вы наблюдали все вот это действие? Да, неоднократно помогая своему городу, как-никак я здесь проживаю, мы решали все последствия по ходу тем, что собирались. Продумывали каждый наш шаг, чтобы не было никакой, знаете, более исходящей, чтобы нарушалась техника безопасности, как-никак деревья висячие в воздухе, парящие точнее, могли в один момент и упасть на человека. Мы продумывали все, каждый момент, и с нами рядом находилась МЧС, с нами рядом находились скорые для того, чтобы, если кому-то станет плохо, оказать помощь. Впоследствии мы убирали деревья, мы убирали ветки, мы убирали... для того, чтобы потом приехала машина, в которую мы загружали полностью все, и увозилась уже на сортировку. Скажите, а не получилось ли так, то, что вы своим примером как-то воодушевили и других граждан? То есть, я имею в виду, большая компания молодых людей, которые состоят в Белорусском Сепубликанском Союзе молодежи, участвуют в том, чтобы разгребать эти все завалы, помогают МЧС. Помогло ли это воодушевить других горожан? То есть, стало ли больше добровольцев со временем? Да, конечно. Очень много добровольцев по ходу нашей работы подключалось к нам. Даже местные бабушки, которые смотрели через окна, приходили к нам на улицу, приносили нам воду, приносили даже иногда покормить наших волонтеров, для того, чтобы они были более сильные, как бабушки сказали. Сами носили ветки, бревна, убирали свои клумбы, и возле домов, возле подъездов, убирали пни, катили их. Я вас понял. Скажите, а какие уроки были извлечены из вот этой вот ситуации, из этих последствий ураганного ветра, для того, чтобы улучшить как-то работу организации? Самое главное, дал большой урок, что мы все сплотились. Это самое главное, потому что в данной ситуации не нужно паники, не нужно кипиша, нужно спокойно, взвешенно все принимать. И даже у нас не было связи, мы не делали ход действия, что мы собирались, мы решали все нужные, поставленные нам вопросы, мы собирали людей, и вот уже когда начала появляться связь, мы с каждым связывались, с каждым писали, с каждым созванивались. Один приезжал, помогал здесь. И знаете, вот как цепная реакция. Одному дал толчок, и другой начинает помогать. И такой к вам еще вопрос. Какие ваши дальнейшие планы по благоустройству, опять же, то, что мы с вами затронули, и по работе, в принципе, на пострадавших территориях? То есть еще работа не прекращается, и скорее всего еще добровольческие отряды будут помогать и МЧС, и другим службам. Скажите, какие работы еще предстоят? Какие планы? Ну, самое главное, это до сих пор уборка и последствия, ну, последствия нашей стихии. Это убирается и будет дальше убираться до тех пор, пока полностью наш город не будет очищен, от всех пней, от всех веток, от всех деревьев. Ну, а если брать так, то дальше будет распространение, точнее, очень много разных проектов, я думаю, что как и в школах, так и в университетах, будет по придумыванию благоустройства нашего города. Это какие-нибудь зеленые школы, зеленые крыши, это написание проектов о каких-нибудь, может быть, там памятниках, для того, чтобы каждый знал, что есть такое. Александр Сухарабович, скажите, а были ли какие-то прецеденты, где какой-то из добровольцев особенно отличился на уборке территорий, то есть какой-то такой вот, скажем так, герой нашего времени? Я считаю, ну, думаю, что нет, в основном все работали совместно, все, каждый друг другу помогал, нас даже бабушки называют современные тимуровцы, которые решили помогать своему городу, и чтобы кто-то выделился, таких людей нет, все выделялись одинаково. То есть фактически можно сказать, что все герои нашего времени? Да, все герои нашего времени. Хорошо, и такой к вам вопрос, то есть он последний, но не по значению, скажите, а если подводить общий итог всего того, что произошло, как вы оцениваете, насколько вот эта восплоченность и Белорусского Республиканского Союза Молодежи и простых граждан в борьбе с этой стихией, помощь от МЧС и других структур, насколько они показывают, скажем так, преемственность и сплоченность всего белорусского народа перед лицом этой опасности? Ну, мы продолжаем работу совместно со всеми этими структурами, оно показало то, что сплочение не только активистов, можно сказать, даже школьников, можно и сплочение работающей молодежи, сплочение совместной работы с госструктурами нашего города. Никто не оставался в стороне, все решали, помогали, каждый делом, и, как даже есть такая пословица, мы доказывали не словом, а все доказывали делом. Александр Сухрабович, огромное вам спасибо за то, что уделили нам время, я пожелаю вам хорошего дня, удачи и всего доброго. Спасибо большое. После ураганного ветра, который обрушился на Гомельскую область, были развернуты масштабные работы по ликвидации последствий. Местные власти мобилизовали силы спасателей и коммунальных служб для устранения повреждений, а также было выделено 4 миллиона белорусских рублей помощи пострадавшим от стихии. Основное внимание уделялось восстановлению электроснабжения и очистке дорог от упавших деревьев. Жители региона и добровольцы активно помогают друг другу, демонстрируя сплоченность и солидарность в трудные времена. Это была программа «Мнение» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». С вами был Михаил Синицын. До новых встреч.